Всем приветики! Есть у меня такая игра, Косынка, Солитер. Я ее когда-то ставил, ну уж давно не играю, но раньше я в нее часто играл, и мне то, что здесь нравилось, выигрышный пассианс. То есть ты вот берешь карты, ну и так ты обычно не знаешь, выиграешь ты или нет, ты можешь вот разложить карты и проиграть. А тут ты получается всегда знаешь, что, ну, если выбираешь выигрышный пассианс, то знаешь, что это будет выигрышная партия. Ну, либо, если ты выбираешь случайно, то тогда, ну, как повезет. Ну, я выбираю выигрышную, чтобы уже заранее как бы знать и как бы, ну, уже играть на победу. Ну, то есть уже, ну, когда ты побеждаешь, это же как бы круто, и как бы это приятно побеждать. Вот. И это довольно-таки хорошая функция, то, что можно именно вот так, сейчас я разложу выбрать, именно что можно выбрать выигрышный, выигрышный, выигрышную игру. То есть игра уже заранее все так сделает. Ну, то есть карты будут разложены так, что ты можешь выиграть. Хотя все еще зависит от того, как ты разложишь сами эти карты. Можно так запутаться и, ну, и не суметь разложить. То есть она будет лежать под какой-то картой, которую ты не смог освободить. Вот те, которые синенькие, вот они. И ты, ну, все равно проиграешь. Но в основном, в основном, конечно же, удается. Так, сейчас посмотрим, куда мы можем. Здесь, в общем, суть какая? Нужно, ну, как бы разный цвет. То есть дама на короля, а только другого цвета. И так вот сложишь. Ну, вот как она идет. Король, дама, валет, 10, 9, 8. Вот в первой колонке. Все по порядку, только разные цвета. И таким образом собираешь. Если получается собрать, ну, все. Ты молодец. Если не получается, тогда, ну, ты проиграл. Поэтому. Ну, здесь вроде как похоже то, что... А, я немножко прогортал. Так, вот восьмерку. Там была семерка, я семерку пропустил. Так, у нас что? Десятка, девятка. И короля там где-то надо было достать. Где-то был король. Хотя можно уже, наверное, начинать слаживать. Как бы. Правда. Вот семерка. Семерка. Так, пятерка у нас есть. Шестерка. Пятерка, шестерка. Так. Так, у нас чего-то не хватает, получается. Так, ну, что нужно? Тройку. Четверку. Четверку. То есть, получается, король под дамой, что ли, закрытый. Ну, видимо, да. Просто, когда все открывается, здесь такая клавиша автоматически собрать. А так как она не открылась, она не может автоматически собрать. Так, ты просто нажимаешь клавишу, и оно все полетело. Ну, вот, король под... Вот, автозаполнение. Ну, и дальше в конце такая... Наслаждая ее с игрой. И в конце такая вот, типа, какая-то анимация идет. Ну, прикольно, на самом деле. Классная игра. Ну, для тех, кто любит пассианс. Либо случайный, либо выигрышный. Я беру всегда. Либо можно, если вы сыграли случайный, и решили, что вы где-то что упустили, можно повторить пассианс. Можно испытание какое-то. Ну, я даже не знаю, что за испытание. Не знаю даже. Настройки какие-то есть. Так, а как выйти? Да. Вот, как-то так. Такую игру я хотел вам показать. Ну, а на этом все. Всем пока-два. Субтитры сделал DimaTorzok